Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео завораживающий русский. Завораживающий значит магический, где мы говорим о самых интересных, длинных словах русского языка. Пожалуйста, сейчас, сейчас, сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и комментируйте, пишите ваши идеи, что вы думаете о видео. Сегодня у нас слово УЕДИНЕНИЕ. УЕДИНЕНИЕ. Очень, очень приятное, хорошее слово. УЕДИНЕНИЕ – это когда мы одни, мы одни, других людей нет вокруг нас, но нам это нравится, нам это приятно. УЕДИНЕНИЕ. Это от слова один, един, да, и НЕНИЕ – это что-то абстрактное. УЕДИНЕНИЕ. Вот, уединение – это когда мы одни, других людей нет, но когда нам это нужно, когда мы этого хотим. Например, мы можем сказать «мне нужно несколько часов уединения». Например, если у нас дети, семья большая, и мы устали немного, мы можем сказать «мне нужно час уединения», и мы будем, может быть, в своей комнате, или в саду, или гулять в лесу, или читать книгу где-то, но мы одни. Мы можем сказать «он уже много лет живёт в уединении», то есть он уже несколько лет живёт один далеко от людей. УЕДИНЕНИЕ. А вы, дорогие зрители, вы любите уединение? Вам нравится быть иногда в уединении? Может быть, вы живёте в доме, в горах, где никого нет, только птицы? Может быть, вы живёте в уединении? Напишите мне. Часто таким профессиям, как писатели, художники, какие-то артистические профессии, им нужно уединение. Актёр, актриса, когда они практикуют свою роль, тоже им нужно уединение. В монастыре монахи, монахини, вы знаете, это такие религиозные люди, они живут в уединении. Например, сейчас у нас была и есть пандемия коронавируса, и очень часто мы должны всё время быть вместе с семьёй, с нашим мужем, женой, с детьми. И тогда мы можем сказать «А, мне очень хочется, мне очень хочется уединения». Хочется плюс родительные. Мне хочется уединения. А вы, дорогие слушатели, напишите, любите ли вы уединение? Пожалуйста, пишите ваши комментарии. Очень полезное, красивое слово. Если вам нравится мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь, смотрите у меня на сайте, чтобы ещё лучше говорить и писать по-русски, упражнения на перевод, транскрипции, а также мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных. Там вы не будете учить русский в уединении. До скорого, пока-пока!